здравствуйте друзья здравствуйте друзья светлана нам расскажет покажет почитает вопрос только давай свет так я это и так громко говорю на камере близко а ты старая камера у нас чувствительная очень значит этот вопрос который у меня мне был задум в стриме но я подумала что мы очень даже хорошо сначала вместе на пару его и ответим зачитывая значит алена валтер светлана добрый день спасибо за стрим вы просили оставить комментарий по поводу быть или слыть для меня эта тема номер один сейчас я уже просила вселенную дать мне знак где или в чем мое место вкратце моя история такова что я 23 год работаю в корпоративной среде сменила сферу деятельности с маркетингом и тестирование программного обеспечения работа интересная но хожу в офис через силу часто ловлю себя на мысли что я занимаю чужое место и кажется что я теряю время проводя в офисе по 9 часов плюс 3 часа в день на дорогу и того 50 процентов времени и еще 25 на сон получается что я живу только 25 процентов своей жизни безумно жаль но деньги платят хорошие поэтому стараюсь хорошо работать слыву а не являюсь буду рада послушать ваши мысли немного обо мне мне 44 года замужем детей нет живу в москве муж в сша через год планирую к нему переехать спасибо ну я бы так сказал сразу поскольку алена собирается переехать к мужу через год то фактически то что с ней сейчас происходит это вот на год уже дальше у нее какие-то перемены произойдут поэтому я бы я бы на самом деле сказал бы себе так я решаю сейчас вопрос не 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 тот что вот у меня сегодня какая-то работа у меня сегодня какие-то вот ощущения что я не на своем месте и так далее а у меня сегодня есть год и я должна за этот год подготовиться наилучшим образом к тому чтобы приехать в америку и здесь самореализоваться уже на всю катушку там и тогда то есть я я бы не не парился по поводу текущего ты согласна со мной вот так ну потом скажешь значит второе чтобы я сказал что конечно 44 года такой возраст когда уже ты спрашиваешь себя ну но хорошо но все-таки есть что-то такое что моё что там машина что-то такое что реально моем где я где я самореализуюсь где я буду идти на работу как на праздник каждый день и так далее неужели у меня в жизни такого не будет и это отдельный такой вопрос который которым люди задаются многие но уже сегодня я бы я бы сказал на позитивной стороне этого всего так мы сюда нет значит на позитивной стороне есть масса народу которые задаются этим же самым вопросом зарабатывая 3 копейки и приехав не в америку а как вот мы называем союз печать дерьмо к части и копейки получать она не в союз печати живет она слава богу живет как бы в нормально в нормальной жизни где хотя бы зарабатывается прилично она общается с людьми приличными может быть у нее там нет полной радости там и вот крылья еще не расправились так как хотелось бы но все-таки это же не то же самое что союз печать какая поэтому я бы сказал что проблемы которые он решает они хорошие чтобы нам всем такие проблемы решать в общем-то это не значит что проблема не актуальна или там можно ее не решать и я этого не говорю но все-таки уже какое-то не 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 самое плохое положение которое могло бы быть вот в такой ситуации давай свет ты может быть что-то скажешь и потом мы как-то еще что ты скажешь что конечно по большому счету с тобой согласно и конечно все весь этот текст письма его определяет то что а через год алена собирается поехать к мужу и очевидно она попала в тестирование программное обеспечение случайно а именно потому что готовила себя впереди но мы этого не знаю я так предполагаю теперь дальше что ее напрягает и он напрягает что она занимает чужое место и теряет очень много времени занимаясь и просиживая на работе но когда светка на полтора часа едет но с маркетинга сменила сферу деятельности на тестирование и конечно маркетинг это вообще больная птица он поехал туда у него отношения здесь он блистает и так далее так далее конечно сравнить работу за человека в маркетинге который занимается общением с людьми с работы тестировщика программного ученик который сидит и общается целый день только с компьютером это две большие разницы очевидно очевидно мы так делаем предложение что вам эта работа не нравится хотя вы пишите что она интересная то есть может быть вас просто грузит вот то необходимо сидеть на одном месте вы привыкли все время вот носиться туда поехал сюда поехал тогда я бы в этом смысле искала свое место во первых определитесь да ваш прежний образ жизни в маркетинге корпоративной среде он вам нравился или нет может быть он вам нравился и это направление когда нужно двигаться уже по приедем америка борьбе нет подождите я хочу понять какой дупро я скажу не заранее не пусть перебивает я хочу понять что определиться с тем что что вы будете делать дальше тестировали программное течение чем хорошо она хорошая тем что но он дает не зовут платформе низовую базу некоторого опыта после этого когда вы имеете возможность двигаться по ступенькам если у вас хорошо английский если вы легко возьмусь с людьми задруживаетесь и у вас очень легко это все получается тестирование да как в любой профессии есть возможность двигаться дальше не обязательно быть тестировщиком можно быть и project manager можно быть лидером можно заниматься это самым программ менеджментом и так далее это в принципе да и про так если вам определиться то определиться просто с тем что вам вас напрягает именно то что вы сидите один на один с компьютером или то что вы вообще сидите потому что это на самом деле две большие разницы может быть вам конечно с компьютером общаться удобно но если бы имели возможность взять подмышку laptop и куда-то поднестись и где-то там что-то показать это может быть например сел на технически то есть тоже это из той же области это техническая сфера идти и сейл в этой области тоже постребует там люди носятся и продажники да вот понимаете как то есть я бы так рассматривал через призму неконечности вот этой вот работы хотя там хорошо платят деньги а через призму того когда вы видите свою сверхзадачу что вам придется еще в америке определиться и понять чем хотите заниматься сегодня рассматривать это как ваши базовые навыки которые вы потом сумеете продать в америке и найти свое место здесь зайти в корпоративный мир на нормальный зарплате да да и понимаете как если вы пересмотрите свое отношение к этому вопросу не будете себе минутно искать свое место под солнцем да расскажите это моя промежуточная ступень когда у меня есть сверхзадача едва метку мне нужно там состояться и там найти собственно говоря свое место то сейчас ваша задача как можно глубже понять профессию ну там вам придется будет посидеть на работе там сколько-то часов и едет там с концом конец это правда но когда у вас есть светлая цель впереди вам гораздо легче выполнять эту задачу на месте где она сейчас живет москве она в москве ездит полтора часа в конец да мы как бы сами ездили но я думаю здесь здесь это тоже может случиться где-нибудь но вообще в основном люди меньше тратят времени на дорогу что получается и и убивает то что надолго ездить три часа в день она в пути кроме того там еще какие-то дела но прямо что происходит работая в маркетинге у нее некоторое видение появилась видение и она это видение вот эту широту кругозор она не может применить пока в тестирую начинаете его с низовой позиции немножко понять существо вопроса потому что когда вы приедете в америку да это будет совершенно другое дело вы покажете например на интервью что вы знаете о чем речь идет и можете подавать заявление на более высокую позицию в америке они надо это я я крайне сомневаюсь начало в америке сразу пойдет просто работать потестировали вот то же самое что она там делаем сразу а дальше попав в среду она начнет мне лучше ориентироваться начав лучше ориентироваться она через там какое-то время полугода может быть год начнет двигаться дальше может быть она какие-то курсы возьмет там по project менеджменту какой-то сертификацию как у нас пройдет конечно давай я теперь закончу возьмет пройдет какую-то сертификацию но что делать она поймет только оказавшись в америке раз вот в этом городе дiano там собирается это делать 2 и в той компании скорее всего вот так первые куда она попадет 3 то есть она увидит в этой компании что-то есть вот это вот это и вот и на эту тему можно поговорить с начальником можно поговорить с начальником начальника то есть это когда-то уже там когда-то уже внутри ты уже разговаривает с людьми ты уже понимаешь какие есть возможности и у тебя открывается новый мир сегодня этот мир перед ней не открылся но 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 безусловно вот с точки зрения людей как бы корпоративно нанимающих даже время дырки понимаете вот он там у него есть конечно киеве но у него на этом киеве там еще столько всего и он смотрит и как слушай вот человек нормальный чё на ерунду это занимается добавим ее вот туда давай мы ее вот сюда понимаете доверьтесь доверьтесь тем людям которые вас нанимают которые над вами стоят они умеют менеджментом заниматься они видят людей они они говорят о смотри-ка какая менеджмент материал пришел нужно что тут речь идет не о том вот допустим от миши нарисовал картинку что у вас все получится и так далее речь идет о том чтобы вам найти свое место и чувствовать себя там адекватно но как я уже сказал что фокус больше не будет на том что вы все-таки собираетесь переехать и эта задача есть сиюминутная а есть более глобальная задача сиюминутная задача это разобраться с профессией тестировщика чтобы понять вообще с чем ее едят пройти интервью нормально да а глобальная задача конечно нужен хороший английский вот у вас есть год за год можно очень даже неплохо нам нужно проводить за год можно очень неплохо с английским разобраться да и разговорную речь может быть педагог вы возьмите может быть что-то потому что на самом деле для если вы хотите работать с людьми в общении то в комфорт вам нужен хороший английский не просто какой-то никулы чтобы пройти там интервью а вам нужен хороший английский поэтому у вас сейчас много дел вам совершенно некогда зацикливаться на своем вместе или нет потому что это стартовая площадка с которой вы можете потом взлететь в общем-то довольно таки высоко поэтому отбросьте все ненужные мысли поменяйте свои отношения вы сейчас в правильном месте в правильное время у вас все хорошо и потенциал у вас сказочный потенциал очень хороший так что я тут не вижу ничего такого сложного мы едем по шершавой поверхности это самое шершавое место на этом хайвей сейчас шумное место проходим теперь уже стал у тебя да ну что же я считаю что в общем-то так осветили этот вопрос друзья мои в отношении стрима пишите нам тоже истории но не надо технически писать но технически можно что это такая половина это его как раз вот этот вопрос почему я хотел чтобы мы обсудили был твоим потому что вот такое более персональные и более такой технический связанные с трудоустройством и знаешь что света давай мы сейчас закончим разговор с аленой и у меня есть вопрос на самом деле перекликающийся с этим но мы сделаем отдельный сюжет этот мы закончим все ребята счастливо светочка вот алене большой привет это наш такой хороший зритель преданный все смотрит там и переписку вступают как поэтому наш человек все будет хорошо счастливо